Всем добрый день! Я на проспекте Мира. Мне нужно пройти от одной станции метро к входу кольцевой линии, от входа кольцевой линии до входа радиальной. И я приглашаю вас с собой на эту небольшую совсем прогулку, потому что они здесь находятся недалеко. И начну я со станции метро проспект Мира к кольцевой линии. Я надеюсь, меня слышно. Естественно, проспект Мира – очень шумное место. Вот так выглядит вход на кольцевую линию станции метро. Все такие здесь часы. Находится вход вот в таком доме, красивом, большом, но явно сталинской постройке. И сразу скажу, эта станция метро открылась в январе 1952 года. И хочу я подойти, кроме того, чтобы часы вам показать поближе. Вот там так они оформлены по рельефам. А сейчас мы с вами еще подойдем к скульптуре. У этой скульптуры тоже есть своя история. Она была установлена в 1952 году при открытии этой станции, которая тогда называлась «Ботанический сад». Переименована в проспект Мира в 1966 году. Скульптор Мельников. Но она, к сожалению, была утеряна, эта скульптура, в ходе эксплуатации. И восстановлена по архивным фотографиям творческим мастерки Микитиш в 2016 году. Скульпторы Левин, Фёклин и Фёклин. Видимо, два брата. Если честно, этого я не знала. Я думала, что она здесь стоит изначально. Но вот оказывается, это восстановленная скульптура. Сейчас я перейду на другую сторону, чтобы вам показать подробнее дом. А вот этот дом стоит на другой стороне проспекта Мира. Тоже явно сталинской постройки. Крашен вот так вот звездами на балконах и под окнами. А, вот там даже написано. Здесь видно вам 1951 год. Ну, наверное, дома сталинской постройки несложно узнать. А вот там дом. Вот этот вот. Даже такой, более-менее современный. Это дом мода Славы Зайцева. Наверное, в ту сторону было бы пойти по проспекту Мира интереснее. Там и аптекарский огород, и подворье Девеевского монастыря. И вот там красивые такие дома. Но вообще проспект Мира тут, мне кажется, можно ходить, ходить и не переходить. Но мне нужно вот туда. Здесь совсем недалеко, но меня заинтересовал вот этот дом. Видите? Мы сейчас пойдем его посмотрим. Сначала я сейчас перейду, покажу вам с этой стороны дом, а потом пойдем дальше. Ну, придется повезать с одной стороны на другую. Обратите внимание, вот такой там дом стоит, кукавка М. Это бюро ремонта метрополитена. Вот такое огромное бюро. Ну, пойдемте, переход теперь. Ну, вот я вышла из перехода. И вот этот дом, во-первых, поближе вам покажу. Вот, 351 года постройки. С той стороны не все видно. Вот, например, вот этих львов над окнами я с той стороны не заметила. Они есть. И вот отсюда балконы совсем по-другому смотрятся. Сейчас я дойду поближе, вам покажу. Смотрите, губы тоже там по рельефу. Ну, а вот так отсюда смотрится вот этот большой дом. Ой, сейчас я вам попробую. Вот так. Видите, он такой вот большой, здоровый. Тоже там по рельефу наверху. Вот. А вот этот дом меня тоже, в принципе, заинтересовал еще, когда я на него смотрела сбоку. Очень интересное оформление балкончиков. На всех стоят вот такие вазы. Ну, я так думаю, что деревья. Я уверена, я уверена, что деревья эти искусственные. Там видно такие кругленькие. Я не знаю, что это за дом, если честно. Но мне кажется, это какой-то новострой, вот пристроенный к этому сталинскому дому. Потому что... Ну, или так его уже отделали. Не знаю. Может быть, кто-то знает? Пишите мне в комментариях. О, Юля может знать. Канал Гуляемся Юляши. Она много чего знает про Москву. Про дома Москвы. Может быть, она мне подскажет. Юля, я к тебе обращаюсь. Что это за дом? Может быть, ты знаешь. Вот. Ну, а мы с вами... Сейчас пойдем. Ой, здесь такое движение. Пока пойдем по этой стороне. Конечно, на автобусы. Куда же без них. Пойдем пока по этой стороне, чтобы посмотреть дома с этой стороны. А потом уже подойдем к тому особнячку. Я почему решила сегодня так прогуляться и взять вас с собой. Сейчас не так много времени на то, чтобы куда-то ездить, гулять именно специально. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью. Ну, наверное, и то, и другое. Потому что это говорит о том, что работы много. А когда работа есть, я считаю, это хорошо. Вот так с боком смотрится этот дом. Вот. Кстати, в Москве поставили много вот таких палаточек. Союз Печати. Мне очень нравится. Очень симпатичные. Особенно в центре. Они очень симпатичные. Вот. И я по Юлиному примеру думаю, ну что ж, вот, ну совсем и самой хочется погулять и вам что-то показать. И я решила сегодня сделать вот такую свободную прогулку. Пусть небольшую, но все-таки прогуляться немножко, вам показать что-то. Поэтому сегодня я вот так вот иду по проспекту Мира. То есть вот рабочая поездка. Но хоть чуть-чуть самой прогуляться хочется и что-то интересное посмотреть и вам показать. Ну вот мы с вами подошли к этому особнячку. Сейчас мы сначала его здесь пройдем, посмотрим поближе. А потом, я так думаю, мне придется идти еще раз на ту сторону. Потому что вот там я еще увидела дом. Явно старый. И мы к нему тоже сходим. Конечно, он не очень в хорошем состоянии, но по крайней мере не разрушается. Сейчас мы с вами посмотрим такой красивый балкон с такими решетками. Такая лепнина над окнами. Да, конечно, окна все грязные. Видимо, здесь не используется он пока ни по какому назначению. А, кстати, вот здесь есть табличка. Сейчас мы ее прочитаем. Так. Памятник архитектуры. Городская усадьба Кузнецовой. Жилой дом. Конец 18-го, 1793-1898. Архитектор Кузнецов Шехтель Иванов. Скульптор Коненков. Охраняется государством. Вот. И вот смотрите, еще одна табличка есть. Памятник восстановлен по инициативе Московского фонда культуры в 1996 году. Вот. Его, оказывается, еще и восстанавливали. Но, видимо, не до конца еще, потому что если вот отсюда посмотреть, видите, как все осыпается. Вот наверху там тоже такой красивый балкон. Над ним такая вот маска висит красивая. Ой, сейчас машина поедет, будет громко. Но я постараюсь. Видите? А дальше... Как это раньше назывался? Фонарь. Я не знаю, как это называется. Вот эта вот полукруглая часть над входом. Смотрите здесь. Ну, Атланты. Да? Очень даже. Вот так красиво. Ну, жалко, жалко, конечно. Весь дом никак не используется, к сожалению. Ну, вот с другой стороны так выглядит этот дом. Вот там наверху вот что-то интересное есть, но отсюда не видно. Попробую я, конечно, с другой стороны приблизить, рассмотреть, что там. Там какая-то вазочка. Ну, по крайней мере, вот таких Атлантов. И там еще одна табличка есть. Сейчас мы к ней подойдем. Я вам прочитаю. Так, давайте, посмотрите пока на Атлантов, а я вам почитаю. Городская усадьба Зарина, Долгоруково, Кузнецовый. Конец, 18-начало 20 века. Жилой дом, 1793-1795. Объект культурного наследия. А, еще я тут нашла вот такую мемориальную доску. Вот такой козырек симпатичный. Так, в этом доме с 1874 по 1911 жил выдающийся российский фарфорозаводчик, предприниматель и меценат, потомственный почетный гражданин Матвей Сидорович Кузнецов. Вот, из Кузнецов жил, оказывается. Вот. Я приношу свои извинения. Обещала показать вам общий вид этого дома. с другой стороны улицы. Но, видимо, забыла включить камеру. Поэтому показываю вам здесь фотографии. Ну уж так бывает, извините. Так, этот дом вблизи рассмотрели. Это я уже, как вам сказала, бюро ремонта метрополитена. Народ здесь много. Это вот вход в метро на радиальную линию станции метро проспект Мира. А вот там еще какой-то желтенький домик, очень симпатичный. Нужно подойти посмотреть, что это за дом. Раз уж я сюда пришла. Вот. И вот с той стороны еще дом с колоннами. Тоже надо посмотреть, правда? Так что пойдемте еще и сюда подойдем. Ну что ж, раз уж здесь, так здесь. Надо все посмотреть. Так, вот такой желтенький домик. На нем вот такой вот барельеф красивый. Явно дом не современный. Сейчас мы посмотрим с вами, подойдем поближе. Да, вот здесь вот такая вот, такие колонны красивые. Ну что-то никаких. Ну посмотрим сейчас. Может быть, с другой стороны вывеска есть. В общем, я осваиваю свободные прогулки, как Юля. Канал Гуляем с Юляшей. Так. Сейчас мы посмотрим, что это за дом. Не знаю. Но я решила его так вокруг обойти. Посмотреть, что же это такое. Забор здесь симпатичный. Надо поискать, что это за дом. Надо информацию поискать будет. Тут какая-то башня так. И вот, что я узнала. Оказывается, дом, вот голубенький особняк Надежды Кузнецовой, который мы смотрели, и вот этот дом принадлежали усадебному комплексу Кузнецовых. Вот Надежда Кузнецова, она была женой владельца фарфоровых фабрик Кузнецова. Только этот дом был построен позже, в 1894-1996 годах, Шехтелем при расширении территории усадьбы. И этот дом Федор Шехтель построил в готическом стиле. Центральная часть усадьбы была снесена во время строительства метро. Там сейчас стоит бюро ремонта метрополитена, поэтому мне даже в голову не пришло, что это здание одной усадьбы. Еще одна табличка. Сейчас мы посмотрим. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования. Центр творчества на Ватковском. Ну вот так мы обошли вокруг этот дом. Конечно, отсюда неудобно, но с той стороны. Сейчас мне все равно придется туда переходить. Мы с вами его рассмотрим получше. А так, такой высокий дом. Вот мы с вами перешли. Вот отсюда вот так хорошо видно этот желтый дом.